Выставка «Столетие подвига священного мыченика Вениамина, митрополита Петроградского и с ним пострадавших в ходе кампании по изъятию церковных ценностей» проходит в древлехранилище Александра Невской Лавры. Представленные в экспозиции предметы не просто экспонаты. Эти вещи, хоть и не так много, связаны с теми или иными людьми святой жизни, а значит и сами они становятся не просто музейным раритетом, но и святыней. Открыл выставку наместник Александра Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий. Иногда бывают выставки, которые посвящают миллионы людей, если выставка одной картины. Но у нас не один раритет, у нас их довольно много, в других местах их нет. И поэтому, конечно, этим еще выставка наша и оригинальная. Хранитель древлехранилища Роман Катаев провел экскурсию. Самысловой центр экспозиции располагается рядом с известной фотографией, запечатлевшей владыку в зале суда. Один из разделов выставки размещен рядом с подлинной дверью камеры тюрьмы и посвящен лаврским новомученикам. Обитель одна из первых приняла удар безбожной власти. В экспозиции фотографии священников и епископов, ставших жертвами репрессий. Благодаря сотрудничеству с Центральным архивом кинофотодокументов, на выставке можно увидеть уникальный фильм, запечатлевший процесс вскрытия мощей святого Александра Невского и изъятие раки из Свято-Троевского собора Лавры. Главная ценность этого фильма в том, что в нем можно увидеть живого митрополита Вениамина, причем снят он с близкого расстояния. Память в основе веры. Для православного человека обыкновение, что каждый день мы свои молитвы обращаем к тем или иным подвигам из святых и памятным дням земной жизни Иисуса Христа с тем, чтобы свои стези соизмерить или, по крайней мере, в том же направлении попытаться направить. И чаще это келейная молитва, но существуют большие праздники, когда эта келейная молитва становится праздничной литургией и весь народ в ней участвует. Так вот роль юбилеев и юбилейных дат, она в том, чтобы как можно большему числу людей дать возможность приобщиться к этой памяти. Сто лет назад пострадали не просто невинные люди, так сказать, пострадали люди святые, как в Священном Писании говорится, тех, кто был достоин похвалы, так сказать, и почитания, да, претерпели мученическую кончину. Выставка работает до 26 декабря.